Нурсултан Назарбаев на казахстанско-турецком бизнес-форуме, прошедшем в Стамбуле, сделал несколько антироссийских заявлений. Для чего лидеру Казахстана это нужно? Можно ли воспринимать его слова всерьез? И связаны ли подобные настроения с тем, что президент РФ отказался от посещения Турции? Об этом рассказал накануне ТВ-политолог, руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин. Я думаю, что на встречах и с Медведевым, и с Путиным Нурсултан Абишевич ничего такого не говорит. Я в этом абсолютно уверен, я в этом убежден на 100%. Он решает вопросы, связанные с конкретной темой прокачки через российские трубопроводные системы казахской нефти. Он решает вопросы по перечислению из Роскосмоса космодромовских запускных денег. Он решает вопросы о том, как удобнее всего и дешевле всего купить для своей страны продуктов в России, через Россию, ну и так далее. Но то, что сейчас происходит, не говорит о том, что наши отношения охладели. Нет, наши страны близки по-прежнему, посмотрите на структуру товара оборота, говорит политолог. Казахстан до сих пор является вторым после Украины внешнеполитическим партнером на постсоветском пространстве. И что бы там ни говорилось, на самом деле объективную реальность экономики, наше общее участие в таможенном союзе, решенное участие в будущем Евразийском союзе, эти фразы Назарбаева не отменяют. Хотя есть вероятность, что Казахстан решил примкнуть к другому лагерю, выступающему за свержение Асада. И таким заявлением делает поклон антироссийской коалиции. Дело в том, что в связке с теми проблемами, которые складываются вокруг Сирии, и с участием Анкары, и с участием тех сил, которые стоят за спиной Анкары, очень многие вещи, особенно в связи с отменой визитом российского президента в Турцию, стали трактоваться как, ну, чуть ли как не подготовка к какому-то, ну, как минимум локальному конфликту разных государств. Отсюда большое количество алармистских настроений. Казахстан в данной ситуации, он ведь не просто Казахстан, он ведь еще и председатель организации экономического партнерства исламских государств, бывшая организация исламская конференция. Ему с турками сейчас приходится выстраивать особый уровень отношений. Но то, что Астана по последней резолюции данной организации по Сирии, ставящей эту страну фактически в положении изгоя в исламском мире, проголосовала за, это, конечно, наводит на определенное размышление. Казахстан, возможно, вот подобного рода демаршель, подобного рода заявлениями. Опять же, если отличься от конспирологии, от того, что в наших отношениях не все так хорошо, как это выглядит при встречах, многочисленных встречах наших лидеров, Казахстан, наверное, все-таки делает определенные поклоны в сторону тех сил, которые хотели бы свалить режим Дамаски. Субтитры создавал DimaTorzok